В последнее время в нашей стране стало все чаще слышно загадочное слово «бурлеск». Открываются новые заведения в стиле кабаре, в которых танцовщицы интересно винтажно одеты. Они обнажаются, но почему-то не до конца. И очень часто простому обывателю трудно разобраться, в чем разница между стриптизом и бурлеском. В чем же принципиальное отличие бурлеска? И вообще, какое отношение он имеет к стриптизу? Да и имеет ли? Давайте разбираться вместе. Итак, бурлеск — это разновидность развлекательного театрального шоу, близкого к жанрам мюзикл, кабаре и водевиль. Основными элементами такого шоу являются шутливые диалоги и монологи с эротическим подтекстом, а также танцевальные эротические номера. Так же, как и в бурлескной поэзии, бурлеск-шоу применяет способ передачи возвышенного низким, а низкого — возвышенным стилем. Как развлекательное шоу, бурлеск приобрел популярность в США в середине XIX века. Первое знаменитое бурлеск-шоу называлось «Британские блондинки» под руководством Лидии Томпсон. Поначалу соотношение комедии и эротики в бурлеске было в пользу комедии. Однако к 1920-м годам роль женщин в бурлеске практически полностью свелась к стриптизу. Девушки двигались кокетливо и женственно, уделяя большое внимание актерскому исполнению стриптиза. Постепенно становилось допустимым снимать с себя все больше и больше одежды, пока стандарт не свелся к тому, чтобы оставаться в маленьких трусиках и прикрывающих соски украшениях, часто с прикрепленными к ним кисточками, которыми можно было вращать. Известные звезды того времени – Темпи Сторм, Бетти Пейдж, Лили Сенткир, Джипси Роза Ли и другие. И все-таки бурлеск – это не стриптиз. Это целомудренное, веселое и сексуальное раздевание. Причем сниматься могут исключительно перчатки и больше ничего. Каждая исполнительница бурлеска решает сама для себя, что она хочет снять и что хочет показать. Ведь искусство бурлеск как раз и заключается в том, чтобы, владея женственностью, юмором, красотой и недюжим актерским талантом, можно было бы вообще не обнажаться или снять всего один предмет туалета так, чтобы зрители до конца номера не сводили с него взгляд, и когда он упадет на сцену, аплодировали, испытав огромное визуальное удовольствие. Светлана Микотина, Телевизионный, Дамский клуб.